Всем привет! С вами канал Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Сегодня я замечательно переночевал, отлично выспался, хотя поначалу, как обычно, было жарковато, но за несколько ночевок здесь я уже подобрал оптимальную закладку дров и теперь знаю сколько и каких поленцев нужно положить в печь, чтобы температура была комфортная в районе 20-25 градусов. А именно два поленца диаметром около 10 сантиметров дают такую комфортную температуру в течение около 6 часов. Вчера вечером в 12 часов, точнее уже ночью, я сделал последнюю закладку, также положил два поленца и сегодня в 7 утра еще были хорошие угли и температура на термометре была 22 градуса. Кстати я сейчас положил термометр практически на землю, вот он здесь лежит уже с полчаса точно и вот на нем 19 градусов, так что температура у самой земли и в средине помещения практически одинаковая, не так уж сильно тянет холод из пола, но видимо потому что землянка хорошо топится и пол тоже прогревается. На улице сейчас пасмурно, идет дождик, моросило практически всю ночь, я даже испугался немного, что крыша течет, пару капель упало мне прямо на лоб, но это оказался конденсат, некоторые бревна еще были влажные, чайник я долго кипятил, чтобы никакие бактерии там не выжили. Издалека наблюдаю, бакланы еще не улетели в прошлое, но их стало конечно поменьше, уже не такие большие стаи, а вот они оккупировали мою сижу, такие крупные жирные, мелкие куда-то повлетали, кстати говорят, что они съедобные, я даже видел в ютубе как их готовили, внизу на берегу тоже их достаточно много, мелкие куда-то убежали, а вон еще и бельчонок возле дерева, сейчас птицы будут разлетаться, увидим, а белка сидит на дереве, сейчас попробую подойти, поснимать ее. Орехи уже закончились, здесь летом очень много лесных орехов, белки все их порастаскивали по гнездам, за ними не успеешь собрать, вон оно на дереве. Дождик капает полным ходом. Эй, попозируй, куда ты побежала? Где ты есть? А вон он, в самом верху. Сейчас будет перепрыгивать с ветки на ветку. Снова туман, небольшой ветер, сегодня потеплело, прогноз немного задержался со смещением на пару дней, наверное, сейчас около 3 градусов тепла, погодка так себе, мне очень хочется что-то делать на улице, поэтому придумаю работу внутри землянки. Здесь в пакете я подвесил мясные продукты, которые вчера привез, кто-то пытался их подъесть, не знаю, кто это проклевал, птичка или мышка, но вроде не добрались. Как вы знаете, вчера я подключил солнечную панель и, конечно же, захотел ее протестировать. Ну и сейчас самые лучшие условия для теста, самые неблагоприятные условия, пасмурно, идет дождик. Ну а на контроллере у нас 12,6 вольта, идет зарядка аккумулятора. Вчера, когда я привез аккумулятор, он был полностью заряжен зарядным устройством, и на нем было 13,2 вольта. Вчера панель я подключил в районе 2 часов дня, и в течение где-то 3 часов, ну, она как-то заряжалась, хотя, опять же, было пасмурно, солнца не было и близко. В итоге она зарядилась до 13,8 вольт, это максимальное значение, при которых контроллер перестает давать заряд на батарею. Ну и после наступления темноты у меня использовались все лампочки, все три лампочки были подключены, они и сейчас горят. В принципе, 12,6 вольта, это говорит о том, что аккумулятор полностью заряжен. И падение напряжения на 0,1 означает разряд аккумулятора на 10%. То есть, здесь 12,6 это полностью заряженный аккумулятор, 12,5 это 90% заряда, ну и так далее. Этой ночью я специально оставил лампочку включенной на всю ночь, и, кроме того, вчера я зарядил камеру, телефон, и сегодня утром поставил пауэрбанк на зарядку, тоже его зарядил. В итоге аккумулятор немного просел, до 12,5, но это под нагрузкой. Но когда пауэрбанк зарядился, снова стало 12,6, ну и вот сейчас при подключенных трех лампочках, пока держится, но не падает и не растет. Ну, в принципе, заряд идет. Ну и теперь до вечера я хочу посмотреть, как будет восстанавливаться аккумулятор. Я постараюсь включать только одну лампочку, как бы в дежурном режиме, а не всю иллюминацию. Ну и из этого уже будет видно, насколько рабочая моя солнечная система. Ну а пока на улице дождь, я занялся распределением продуктов питания. В первую очередь, продукты длительного хранения, такие как тушенка, консервация, все это я убрал под кровать, под стол, в прохладное место, так сказать, НЗ, неприкосновенный запас. Остальные продукты я также рассортировал по продолжительности хранения и упаковал в такие пластиковые ящики с плотно закрывающейся крышкой и уберу их под стол в такой последовательности, в которой буду их употреблять в пищу. А теперь хочу вам показать один, как сейчас модно говорить, лайфхак, который пригодится туристам, любителям рыбалки, походов. И это будет необычный способ хранения в условиях природы сыпучих продуктов. Многие уже, наверное, догадались, о чем сейчас пойдет речь, но те, кто не знают этого способа, берите на вооружение, очень полезная информация. Берем любые сыпучие продукты, все, что только можно засыпать вот в такую пластиковую бутылочку от напитков. И с помощью леечки засыпаем. Лучше, конечно, это делать дома, но у меня не было времени, я просто взял с собой эти бутылочки, лейку. Очень удобно таким образом хранить сыпучие продукты. Во-первых, практически полностью исключается возможность повреждения упаковки, просыпания и порча содержимого. Ну, а во-вторых, это отличная защита от грозунов. Вполне можно использовать такой способ даже дома. Ну вот, готово. Соль, сахар, любые крупы, которые можно сюда поместить, а потом извлечь, отлично будут храниться. Главное, перед использованием бутылочку хорошенько просушить. Надеюсь, этот способ вам пригодится в следующих походах на природу. Ну, а если вы знаете еще какие-то лайфхаки, которые будут полезны для рыбаков и туристов, пишите в комментариях, а я постараюсь это показать в следующих видео. Дождик кто-то и не думает даже прекращаться, а мне, возможно, еще сегодня предстоит заготовка дров. Потому что сегодня целый день я нахожусь в землянке, на улицу практически не выхожу, и периодически подкапливаю печь. Но и дрова потихонечку уменьшаются, и, возможно, на ночь мне не хватит. Поэтому придется выходить даже в такую погоду, потому что мерзнуть совсем не хочется. Ну и в продолжение темы о хранении продуктов в походах я вам расскажу, как можно сохранить мясо в течение длительного срока. Но для того, чтобы мясо сохранить продолжительное время без холодильника, нам его потребуется сначала хорошенько просолить, а потом вывесить на просушку, ну иными словами, на подвяливание. Чтобы мясо хорошо просолилось, я его разрежу на длинные, не очень толстые куски. Кусочек разрежу на три части. Получится, как колбаски длительного хранения. Мясо я взял свинину, говядины у нас в магазине не было. Но это получится, я думаю, все пробовали бастерму, это будет что-то вроде этого. Для засолки я буду использовать вот такой контейнер, пластиковый. Дно я засыпал полностью солью. С солью здесь сложно переборщить, мясо возьмет именно столько, сколько ему нужно. Его нужно полностью обвалять в соли. Соль вытянет из мяса всю влагу, весь его сок, и тем самым не даст ему быстро испортиться. Так очень хорошенько нужно все это обвалять в соли. и сверху еще засыпать хорошим слоем. Землянке очень жарко, и соль сначала набрала влагу, а теперь высохла и взялась камнями. Вот так вот я обильно все засыпал солью. Все мясо покрыто. Вот таким образом я уложил все мясо и полностью засыпал его солью. Теперь накрою контейнер крышкой и отправлю в прохладное место на сутки. Так как куски мяса не крупные, то 24 часов будет достаточно для его просолки. Ну а через сутки его нужно хорошенько отмыть от соли и вымочить в чистой воде в течение часа. Поэтому я включу через сутки и покажу, что с этим делать дальше. Ну что, мясо засолено, осталось дождаться, когда пройдут сутки, я снова вернусь к его приготовлению. Ну а сейчас воспользуюсь моментом, пока прекратился дождик, уже темнеет, ну и я пойду заготовлю немного дров, чтобы мне хватило на ночь. Очень быстро стемнело, я едва успел нарезать десяток бревнышек, но на сегодняшнюю ночь и на утро мне хватит, а завтра буду продолжать заготовку. Кстати, сегодня мне позвонил Дмитрий, это подписчик, который приезжал ко мне и помогал мне ставить вот эту стену, заканчивать. Вот, снова предлагает свою помощь, хотя я ему сказал, что в принципе уже все сложные работы, с которыми я бы не справился сам, уже закончены. Но он настоял на своем приезде, сказал, что я наверняка не успею все закончить до холодов, поэтому приедет в любом случае и поможет, чем сможет. В общем, вот так вот удачно получилось, завтра мы вдвоем возьмемся за заготовку дров и максимально подготовимся к зиме. Ну а теперь по поводу работы солнечной станции. Я расскажу, как прошел тест. Сразу говорю, что все неоднозначно. Показания на контроллере 12,6 вольт. В принципе, это говорит о том, что аккумулятор полностью заряжен, но я надеялся, что будет немного выше напряжение. Хотя я сравниваю, конечно, с летними показателями, но летом я использовал полностью все нагрузки, у меня было больше потребителей, и к концу светового дня всегда было более 13 вольт. Ну а здесь пока так. Так что сегодня лампочку я на ночь включать не буду. И буду все-таки стараться экономить. Посмотрим на динамику в течение недели. Это уже будет более корректный тест. Да, еще маленький анекдот про электриков. Знаете, как можно по-другому назвать похороны электрика? Заземление. Ну и уже практически по традиции за ужином я буду с вами прощаться. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Всем спасибо за просмотр. Кому нравятся мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго. До встречи в следующих видео.